А в Краснодаре завершилось первенство края погребли на байдарках и Канои. Это далеко не последний турнир сезона. Работа на воде продолжается, но пока остановимся на кубанских стартах. Подвинем итоги и Максим Герасин нам в этом, конечно, поможет. Кубанские драконы не летают. Их стихия водная. Лодки вмещают по пять гребцов с левой и правой стороны. Позади рулевой на носу задает ритм барабанщик. 12 человек на борту. Ради успеха многим приходится идти на жертвы. Байдарочникам учиться крести с одной стороны, как в Каное. Тем, кто обычно ездит в одиночке, привыкать к работе в команде. Мы на них гняемся каждые краевые соревнования. Приезжают со всех Тимашевской, со Староминской, с Динской. Люди садятся на драконы и мы гоняемся. Принцип «как окрестишь, так и поплывет» здесь работает специфически. В соревнованиях гребцов до 17 лет выстрелила лодка под названием «Бабах». Позади остались торпеда и команда, составленная из представителей разных районов. А в финале спортсменов до 15 лет лодка «Стрела» летела по дистанции не столь стремительная. Пришла к финишу последней. Впереди гранат и сборный экипаж. Было очень интересно. Дракон – это что-то новое, потому что я до этого только на барабане сидела и задавала темп. Это был новый опыт. И, в принципе, коллектив у нас был дружный, мы поэтому хорошо проехали. Обычно зрелищные гонки – венец соревновательной программы, но не в этот раз. Заключительные старты краевого первенства – заезды четверок. В «Квартиде» ехать сложнее, чем в «Драконе». Здесь лодка весит больше и ее сложнее разогнать, но есть между этими видами и сходство. Нужна слаженная также работа, как и в «Драконах». Получается, мы придаем… Также у нас есть четыре человека, один рулевой и гребущий, получается. А мы также придаем силу четверке, и она катится. Евгений Скрыль в финале на 500-метровке в одном экипаже с Богданом Слевинским, с которым до этого ездил в паре, а еще с победителями турнира в «Каноэ-двойках» Владиславом Воловодовым и Александром Силаевым. В таком сочетании для четверки – это первый старт. И сразу победный – сказались прежние наработки в дуэтах. Были привычные роли, я также был загребным, он рулевым, а также хорошо чувствую лодку, когда она выскакивает с-под меня и должен поддевать носик и более направлять ее в правильную сторону. Так что у меня все привычно было. Для 217 юных кубанских гребцов – это первенство, последний старт в 2020-м. Для некоторых – вовсе первый и последний, но жизнь на Краснодарской базе отнюдь не замрет. До середины декабря здесь будет шумно. Впереди кубок и первенство страны, чемпионат края, а значит кубанским драконам предстоит вновь выступить в знакомой акватории. Максим Герасим, Алексей Романов, Кубань-24, Краснодар. Соревновательный марафон для Краснодарской гребной базы продолжается. Сегодня на нее заедут участники Кубка страны. Это первый всероссийский турнир здесь в 2020-м. Он, в отличие от предыдущих лет, не является отборочным, но тренеры национальной команды просмотрят претендентов на место в сборной. Чемпионка России в марафоне Краснодарка Алиса Бурлачко в их числе. Основные конкурентки, ну, у нас, естественно, это вот все девочки, которые сейчас тренируются в сборной России, вот, ну и буду уставляться на 200 и 500 метров. Бурлачко, как и другие кубанские участники соревнований, готовились к важному домашнему старту через региональные турниры, чемпионаты кубок. Хозяева будут в числе фаворитов на большинстве дистанции. Например, в Кануе-Одиночках за победу между собой будут соревноваться Максим Сильванов и Данила Пескорский. Гребцы, которые вместе занимаются в Краснодаре, у заслуженного тренера России Сергея Константинова на первенстве страны в Саратове завывали четыре медали в четверках. У нас был сбор, 21 день мы его отработали, вот, и сейчас у нас были соревнования краевые. Ну, форму я уже набрал, как бы, ну, большую форму, которая до этого у меня была, я набираю ее еще, как бы, я не восстановился полностью, но уже иду к этому. Стартовый соревновательный день посвящен на самой короткой дистанции – 200 метров. Вечером будут разыграны первые комплекты медалей. В воскресенье канаисты и байдарочники выведут сильнейших на тысячи метров. На следующей неделе пройдут заезды на 2,5 километров. Завершится Кубок России в среду.